МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Объединенного рынка электрической энергии на уровне профильных организаций осуществляется взаимодействие по отработке согласованных режимов взаимодействия энергосистем, также условия взаимодействия потребителей и производителей электрической энергии. По газовой тематике нам предстоит еще с российскими коллегами формализовать принципы формирования и функционирования объединенного рынка природного газа и дальнейшая работа по сближению условий работы предприятий. По атомной тематике это дальнейшее сотрудничество в рамках эксплуатации белорусской атомной электростанции, взаимодействие в сфере обращения с радиоактивными отходами и ядерными материалами, а также по вопросам ядерной радиационной безопасности. Вопросы, наверное, энергетической безопасности сейчас выходят на первый план. В чем вообще причина кризиса в Европе и, может быть, уже будет разворот тогда в атомной энергетике? Ну, если взять последние 10 лет, то страны Евросоюза активно развивали возобнуляемые источники энергии. Основной особенностью работы этих объектов – это непостоянство производства электрической энергии и зависимость от погодных условий. Из-за снижения выработки электрической энергии на ветряных электрических станциях в странах Евросоюза возник дефицит электрической энергии. И это потребовало увеличение потребления природного газа для компенсации или для производства этой электрической энергии на традиционных энергоисточниках. Отдельные страны не смогли или не стали восполнять запасы хранилищ природным газом, надеялись на спотовые рынки, на краткосрочные контракты, а это, в свою очередь, привело к ажиотажному спросу на природный газ. И возросшей цене. И цен на него. Поэтому в этом контексте особо актуально звучит вопрос или заявление об идентификации развития атомной энергетики. А в мире становится больше вообще атомных электростанций? Всего у нас функционирует в мире 445 блоков атомных электростанций. 51 блок находится в стадии строительства. Также есть прогнозы МАГАТЭ, что доля производства электрической энергии на атомных электростанциях может увеличиться к 50-му году в два раза. И достигнуть уровня 12% при теперешних 6%. Если говорить про нашу БелАЭС, первый энергоблок уже работает, вот он вышел на номинальную мощность. Вообще, сколько на сегодня киловатт-часов уже было? Включение первого энергоблока в сеть, напомню, это было 3 ноября 2020 года. Общий объем производства электрической энергии составил 4,6 миллиарда киловатт-часов. Это позволило заместить около 1,3 миллиарда метров кубических природного газа. Ежедневно на атомной электростанции производится 28 миллионов киловатт-часов электрической энергии. Это примерно 25% от общего объема производства электрической энергии в стране. Если говорить про второй энергоблок, на сегодняшний день, по-моему, 90% уже готовность. Вот после введения его в эксплуатацию, насколько вырастет производство электроэнергии? Будет ли это такая хорошая подушка безопасности энергетической? С учетом ввода в эксплуатацию второго энергоблока или станции в целом, общий объем производства электрической энергии составит порядка 18,5 миллиардов киловатт-часов в год. Со сроком службы эксплуатации 60 лет, с возможностью продления его до 100 лет, с учетом существующей практики продления работы реакторных установок. В следующем году планируется ввести второй энергоблок в эксплуатацию. До конца этого года планируется перейти к этапу так называемого физического пуска, это загрузка свежего ядерного топлива в активную зону реактора на второй энергоблоке. БЛАЭС будет работать в первую очередь на экономику страны, и, конечно, принимаются на уровне государства различные стимулирующие меры, чтобы люди больше потребляли именно электроэнергии. Вот если говорить по переводу жилого фонда, вообще увеличится количество желающих, которые готовы перейти на электричество? Да, мы видим положительную динамику, имеется рост потребления электрической энергии, и вот буквально за 9 месяцев прирост потребления электрической энергии в стране составил 1,950 млрд кВт-часов. Основная доля приходится на промышленные предприятия, это 1,120 млрд кВт-часов, это и ввод новых производств, и загрузка действующих мощностей. Порядка 630 млн кВт-часов – это потребление у нас в энергосистеме, и в первую очередь это производство тепловой энергии на электрокотлах для отопления крупных населенных пунктов нашей страны, и порядка 200 млн кВт-часов – это прирост по населению. Это строительство нового многоквартирного жилищного фонда, где уже предусматривается электрическая энергия для цели отопления. Это электродома. Всего за эту пятилетку 2021-2025 год планируется ввести в эксплуатацию порядка 2 млн квадратных такого жилья. Задача на 2021 год – это около 172 тысяч квадратных метров. Спасибо вам большое. И, конечно, удачи вам в работе. Продолжение следует...